Оргкомитет «Наша Победа», созданный партией «Единая Россия» для координации усилий по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и поддержке ветеранов, обсудил основные направления работы на 2022 год. Провел заседание председателя Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Первостепенное значение он уделил преподаванию истории в школах. Понимаю, что школам бывает сложно посвятить теме Великой Отечественной войны даже один, два, три дополнительных урока. В этой связи предложил бы членом Оргкомитета подумать над новыми, внеурочными формами патриотического воспитания молодежи, такими, как, например, уже зарекомендовавший себя конкурс школьных музеев, музеев, посвященных как раз событиям Великой Отечественной войны. Именно в музее, где хранятся подлинные экспонаты, молодой человек встречается с историей напрямую, лицом к лицу. Поэтому считаю правильным постепенно расширять практику проведения школьных уроков истории на музейных площадках. Сергей Нарышкин предложил «Единой России» поддержать музеи, оказать им помощь в переоснащении, так как многие, особенно региональные музеи, не обновлялись с советских времен. Есть, например, Сахалин, и там есть музей, в котором все суперсовременно, по последнему слову, музейных тенденций оборудовано. А есть даже в Центральном федеральном округе места, где, честно говоря, без слез не взглянешь на экспозицию. Александр Хинштейн отчитался о реализации партийных проектов, таких как «Диктант Победы», акция «Парад у дома ветерана», установка в городах трудовой доблести памятных стел. А также выступил с инициативой регламентировать вопрос функционирования вечных огней. «У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе вечный огонь, но порядок его работы никак не определен. Вот недалеко, как на прошлой неделе, произошел довольно неприятный инцидент в Нижегородской области, где в одном из райцентров вечный огонь был потушен. Ну, слава богу, эта проблема разрешена, вечный огонь снова горит, но очевидно, что речь идет о вопросе системы». Депутат Госдумы Ольга Амельченкова рассказала о вопиющей ситуации в Орловской области. Там ветеран войны, участник Сталинградской битвы Василий Анищук долгое время лишен возможности выйти на улицу со своего участка из-за аварийного состояния дороги. «Надо контакты сегодня дать, и до конца дня Музалевский Леонид Семенович, который возглавляет наше региональное отделение в Орловской области, доедет до ветерана, все сам посмотрит в короткие сроки, и забор установит, посмотрит, чем еще помочь. И, конечно, наши ветераны не должны зависеть от того, представителем какой партии является губернатор коммунистической, Единая Россия, еще какой-то». Также было предложено закрепить в законе обязанность проводить экспертизу территорий перед выдачей разрешения на строительство в тех регионах, где во время Великой Отечественной войны шли бои. «Если бы мы пошли таким путем, мне кажется, это очень важный шаг для того, чтобы не просто сохранить память, но еще и, возможно, кому-то помочь вернуть своих родных героев, потому что ежегодно поисковики поднимают останки, и некоторые останки удается идентифицировать и связаться с семьей». «Я просто хотел бы поддержать предложение Ольги Амельченковой. Сейчас этот вопрос обсуждается также и во встречной логике. Речь идет о том, чтобы сократить сферу применения историко-культурной экспертизы. Такая логика, конечно, влечет риск утраты как объектов культурного наследия, археологических памятников, так и останков солдат. Поэтому большая просьба к «Единой России» в рамках законопроектной работы на этот вопрос обратить внимание». По завершении заседания Сергей Нарышкин и Андрей Турчак вручили благодарственные письма членам Оргкомитета «Наша Победа» Службы информации Фонда «История Отечества».